Предварительное следствие длилось больше года, десятки томов, экспертизы и, самое главное, неопровержимые доказательства вины – видеоролики нападений, которые сами фигуранты дела выкладывали в сеть в качестве отчетов о своей деятельности. Изначально нападения планировались на трудовых мигрантов, потом в поле зрения группировки оказались сторонники антифашистского движения. Пострадали от рук группы как минимум трое антифа. Вечеринки с поднятием фашистских флагов после расправ тоже снимались на видео и размещались в сетях с соответствующим музыкальным и текстовым экстремистским сопровождением. Закончилось все в ноябре 2019 года. Тогда к участникам в квартиры нагрянул спецназ. На скамье подсудимых – организатор сообщества, которому принадлежала идея объединиться. Он, к слову, раскаялся и активно помогал следствию. Сам в расправах не участвовал. За решеткой – ранее судимый участник организации. Заткнулся. Обвинения предъявлены сразу по ряду статей. Это и создание экстремистской группировки, и призывы нападать на выходцев из стран ближнего зарубежья, и нанесение телесных повреждений. Серьезный набор преступлений и волнение на лицах подсудимых оправдано. Наказание вряд ли может быть мягким. С учетом явок с повинной, сделанных осужденным, других имевшихся смягчающих наказание обстоятельств, суд счел возможным назначить первому из них наказание в виде 6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев. Да, действительно, мы довольны решением суда, поскольку предусматривает санкции данной статьи от 6 лет и до 10 лет, а граница условного срока у нас как раз таки ограничивается 7 годами максимум, то есть почти что не рассчитывали, грубо говоря, на условный срок. Второй, 30-летний мужчина признан виновным в том, что он участвовал в данном экстремистском сообществе и с использованием сети интернет совершил публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Ему дали реальный срок – 1 год, 3 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В настоящее время приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в суде апелляционной инстанции.